Христос Воскресе! Господи, мне желанно еще и еще вместе с вами, дорогие братья и сестры, друзья, возрадоваться, что воскрес Господь. Из всех событий жизни Господа нашему духовному опыту доступно именно воскресение Христова. На нем стоит вся наша вера, потому что, как говорит апостол Павел, если не воскрес Христос, то наша вера тщетна, и мы самые несчастные из людей. Ведь если не воскрес Христос, значит, Он не тот, кем мы Его называем, Он не тот, кем Себя заявлял. Значит, мы верим в ложь. И та жизнь, которую мы ожидаем, та жизнь, которую мы опытно знаем в своей душе, в своем теле, в нашем церковном мире, призрак и неправда. Однако мы знаем именно опытно, что это не так, потому что мы знаем воскресшего Христа. Мы не знаем Его так, как знали апостолы, по плоти. Мы Его не знаем в деревне Галилеи, на дорогах святой земли, но Духом мы знаем Его воскресшим. И, зная Его таковым, мы с уверенностью можем сказать, что Тот, Кто ныне жив, воскрес. Сейчас мы еще осиянны этой пасхальной радостью, но дни проходят. Как же ее не потерять? Мы ее можем сохранить только, если не будем смотреть назад, возвращаться мыслью к этой святозарной ночи, которая перед нами открыла славу воскресения, а идти дальше, вперед, но уже не одиноко, а с воскресшим Господом. И себе в путеводители, в навигаторы брать святых божьих угодников и особо чудотворцы Николая, имя которого сегодня Церковь наша православная торжественно вспоминает и память которого прославляет. И вот эта память о всех деяниях святителя Николая бережно сохраняется в памяти Церкви, в ее предании. И эта память в предании Церкви не мертвая память. Ведь когда мы, например, изучаем историю, знаем о каких-то исторических событиях, но вспоминаем о них редко, а очень часто и забываем то, чему были научены прежде в школе или в вузе, это мертвая память. Она не живет, она не приводит в действие душевные силы, она не влияет постоянно на человеческий разум. А память, хранимая в Церкви, предание – это живая память. Она поддерживается и оплодотворяется искренней молитвой, которую человек возносит к тому, о ком он помнит, о святых божьих угодниках. Так вот, наша память о святителе Николая живая. Мы обращаемся к нему подчас каждый день, просим помочь в нашей жизни. Наши молитвы сбываются, они являют нам, он являет нам свое присутствие в нашей жизни, в том числе и через свои чудотворные, мироточивые мощи, почивающие в городе Бари в Италии, которые покрываются обильно благоуханным миром. Так чем же так прославился святитель Николай? Что лежало в основе его такой чудной жизни? Если мы читали тропарь святителю Николаю, то в нем мы называем его правилом веры и образом кротости. Видимо, лучше и сказать невозможно. Весь смысл жизни святителя был в том, что он был правилом веры и образом кротости. Вот и давайте поразмышляем кратко о кротости. Кротость – это такая христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком. Ведь человек формируется своим мировоззрением и окружающей средой. Теми стандартами мысли, теми идеалами, теми стереотипами, которые присутствуют в общественном сознании. Но особенно в современном обществе, в современном общественном сознании менее всего присутствует такое понятие, как кротость. Потому что само мировоззрение, практическое мировоззрение, формирующееся повседневной жизнью, у нас почти исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха, а успех является целью многих, целью жизни многих людей лежит непременно борьба. Мир формируется под законом конкуренции, соревнований. Но если бы в этом соревновании каждый стремился проявить себя с лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправдано, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего соревнования сопровождаются конфликтами, стремлениями ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. И скажите, какая же здесь может быть кротость? Ведь кротость есть не что иное, как проявление внутреннего смирения человека. Внешне это выражается в том, что человек нераздражителен, негневлив, не злобен. Но, конечно, можно себя сдерживать от раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия, свои эмоции, волевыми установками. Но это не будет кротостью. Кротость есть проявление внутреннего состояния духа. Это не внешнее проявление человеческого смирения. В смирении человек стремится уступить свое место, где он ощущает себя в центре. Центральное место свое уступить Богу. В смирении человек обнаруживает свое лучшее качество. В смирении человек устанавливает особое отношение с другими людьми так, что эти отношения никаким образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерба. Иными словами, человеческое смирение – это огромная сила, когда человек достигает поставленных перед собой целей, не обижая других людей, не нанося им ущерба и урона. Вот построение таких отношений дает в сердце радость и мир, покой и тишину, и совесть чиста, и никого не обидел, ни на кого не наступил, никого не оттолкнул. И как же бывает сладка такая победа человека? Какими же замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются без всякого ущерба для других? Но если в основе наших поступков есть мировоззрение, то и в основе кротости также лежит определенное мировоззрение. Его можно озвучить, как христианский взгляд на жизнь. который формируется христианской верой. Вот почему мы и говорим, что святитель Николай есть образ кротости, потому что он был правилом веры. И если жизнь свою основывать на вере, то тогда внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением этой веры. Важно сохранить эту веру, правильную веру, не подвергать ее искажениям, не вносить в нее комментарии и поправки, вытекающие часто из нашего человеческого мудрования, из нашей человеческой греховности, а сохранить ее в чистоте, вот тогда и будем иметь прочную мировоззренческую основу для построения счастливой, мирной, спокойной человеческой жизни, в которой человеческий успех не означает непременного конфликта с окружающими. И святитель Николай жил этой верой, но получилось так, что эта чистая и святая вера, имевшая и имеющая источником божественное откровение, то есть самого Бога, с глубокой древности стала подвергаться попыткам ее изменить, исказить, разрушить или привнести в нее греховные человеческие измерения. И, пожалуй, вся история церкви – это история борьбы за чистоту веры. И святитель Николай был активным борцом за сохранение чистоты веры православной. Он был участником Первого Вселенского Собора. И, будучи таким участником, чудотворец Николай, будучи правилом этой веры, носителем этой веры, защитил православную веру и тем самым дал пример того, как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы оно могло быть положено в основу нашей жизни, для того, чтобы вера стала нормой нашей жизни, чтобы жизнь формировалась на основе веры, эта вера должна быть чистой, незамутненной, непомраченной человеческими мудрованиями. И сложность заключается в том, что человек ведь воспринимает веру разумом, а разум наш формируется опять-таки под влиянием окружающей среды. И каждое последующее поколение людей, воспринимая веру, ту самую единственную и единую, святую и чистую, одновременно воспринимает эту веру через призму своих взглядов и убеждений. И в этом нет ничего дурного, так устроен человек. Люди 21 века не могут мыслить так, как мыслили люди 3-го или 4-го века. Но воспринимая современным разумом сквозь призму современных знаний свою веру, мы не должны эту веру разрушать, привнося в нее свое греховное человеческое мудрствование. Всему этому учит нас святитель и чудотворец Николай, учит сону других угодников Божьих. Пожалуй, для нас звучит это сегодня архиактуально, потому что в наше время, время суетное, многие люди не способны в чистой вере, в этом дивном источнике божественной мудрости, видеть основание для своей жизни, норму своего бытия. И потому такая огромная ответственность лежит и на церкви, в том числе и на нас, ее служителях, чтобы помогать каждому последующему поколению людей воспринимать норму веры, образ веры и помогать эту веру полагать в основу своей жизни. Вот и давайте всегда оставаться верными тому источнику мудрости, божественной мудрости, которая открывается нам в нашей православной вере. И совершенно глупо и ошибочно воспринимать нашу веру как лишь некое наследие прошлого, как часть национальной традиции, часть культурного фольклора, потому вера есть в первую очередь мировоззренческое основание нашего бытия. И если мы с вами сумеем проникнуться всем тем, что несет в себе божественное слово, и положить это в основу своей жизни, то наша жизнь действительно станет прекрасна. и человеческие успехи развития, и все то, что несет нам современная цивилизация, в свете этой веры может быть преображено, может действительно послужить полноте человеческой жизни. И давайте молиться сегодня святителю и чудотворцу Николаю, чтобы Он вразумил нас и помог нам на незыблемом камне правила веры строить жизнь, исполненную кротость, духовной силы и смирения. КОНЕЦ КОНЕЦ